Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Есть те, у кого утро правда доброе? Я просто прилетел из Москвы и спал два часа, в туман был в Екатеринбурге, и задержали три рейса. Я-то намерен был поспать семь часов, поэтому буду говорить иногда чушь, простите, заранее извиняюсь. Меня зовут Михаил, фамилия моя Москотин. Я бизнес-тренер, тренер компании Business Relations. Я родился в городе Пермь. Я сосед, ваш земляк. Есть пермики в зале? Круто! Давайте пермякам поаплодируем отдельно. Ага, клево. Обожаю Екатеринбург, здесь был миллион сто пятьсот раз. У нас здесь офис, я езжу сюда в гости, езжу по делам, поэтому обожаю Екатеринбург, и мне очень приятно здесь всегда выступать. Еще один момент. Я не планировал об этом говорить вчера, когда готовился, но сегодня утром я решил об этом сказать. У нас в Екатеринбурге есть офис, офис компании Business Relations. И в этом офисе есть замечательный директор, и зовут ее Юля Хайдаршина. И она... Юля, помаши ручкой. У нее был вчера день рождения, давайте ее поздравим. Юлька, с днем рождения. Хорошо. У меня мало времени, поэтому давайте будем работать. Тема моего выступления «Отношение определяет результат». Я искренне верю, что в этом зале собрались умные люди, и вы профессионалы своего дела, и вы много чего достигли, еще достигнете. Но есть такая вещь, как отношение. Отношение ко всему, что происходит в этом мире, то есть отношение к этой конференции, отношение к спикерам, отношение к себе самому. И я искренне верю, что именно в этом залог успеха. Я об этом буквально 20-25 минут готов поговорить. Так, мне нужно листать. Вот. Листает. Смотрите, все, что мы имеем в этой жизни, мы имеем благодаря нашим привычкам. У нас есть набор каких-то привычек, причем это не то, что, знаете, вредные привычки. Это привычки, например, мыслить, привычки говорить, привычки реагировать. Ну, простой пример, если вы сложите руки, вот как вам удобно. Вот просто сложите. Сделайте. Я тренер, поэтому буду просить вас о небольших одолжениях сделать. Что вы ощущаете? Тепло, комфорт, да, кто-то ничего не ощущает. А, вот такой слайд появился, а он как появился? И он зачем появился? Подождите. А, вот так он появился. Хорошо. Теперь разомкните пальцы и сложите как-то по-другому. Ну, то есть по-другому сложите пальчики. В другом порядке. Ага. Да, да, да. Что ощущаете? Дискомфорт, неудобство, непривычное. У меня ощущение, что у меня стало шесть пальцев, а и обе руки левыми стали. Потому что мы привыкли как-то складывать руки, складывать пальцы. И также мы каждое утро складываем мысли. Ну, приведу пример. Мы просыпаемся утром, и какая-то первая мысль есть у нас в голове. Вспомните, какая первая мысль чаще всего у вас в голове, когда вы просыпаетесь. Солнышко или нет? Погода, да? То есть, если солнышка нет, какая эмоция? Все равно весело, с грустью с такой. Все равно весело. Мысль на работу. И эмоция не самая вдохновляющая у многих. Мысль понедельник. И эмоция не самая вдохновляющая. Мысль дождь. Мысль осень. Ну, и что-то еще. И какая-то мысль, она возникает утром у нас. Это мысль. И эта мысль рождает в нашей голове эмоцию. Дальше новая мысль. Новая эмоция. И из этого складывается наше настроение. Настроение или настрой. И многие люди думают, что, ну, не стой ноги проснулся. Просто гороскоп сегодня неудачный. Ну, или что-то еще. Погода. А что если у нас есть привычка с утра о чем-то думать? И эта мысль утренняя, она создает эмоцию. Следующую мысль. И так появляется настроение. Я несколько лет назад прочитал статью. В Африке нашли племя. И они такую штуку придумали. Это их отношение было к жизни. Они придумали, что когда они ложатся спать, они умирают. А утром некоторые воскресают. Но не все. Ну, я как это объяснил? Наверное, это джунгли. Наверное, кого-то укусил паук. Может быть, змея. И люди умерли во сне. Но они придумали что-то другое. У них другое отношение к этому. И когда они ложатся спать, они прощаются. То есть, представляете, вот эта конференция вечером закончилась. И мы расстаемся. Я говорю, ну все. Приятно было поработать. Я спать. Да, я спать. Все. До свидания. Всем своим привет. Я спать ложусь. Юль, я ложусь спать. Давай, не факт, что увидимся. Позвонил жене. Позвонил маме, папе. Со всеми попрощался. В Инстаграм выложил фотографию, как ложусь спать. Ну и все, друзья, естественно, в Фейсбук все прощаются. Потому что не факт, что проснемся. И теперь, смотрите, я утром завтра просыпаюсь. Какая первая мысль будет? Офигеть! Я проснулся! Клево, круто! Еще один день у меня есть, чтобы пожить. Будет ли этот день плохим у меня, как вы думаете? Я думаю, что вряд ли. Теперь, смотрите, я прочитал эту статью, я задумался. И думаю, ну да. Да, у них же нет ни айфонов, ни один S-Bitrix, у них нет конференции, у них нет самолетов, бизнес-классов, у них ничего нет. Они в набедренных повязках ходят под джунглем и когда ложатся спать, прощаются. У нас есть все, чтобы использовать, но мы несчастны. И не потому, что у нас чего-то нет или что-то есть, потому что наше отношение такое. И я, честно признаюсь, я несколько лет себя в этом тренировал. Я просыпался каждое утро и говорил себе, ура, я живой. Иногда была другая мысль, ага, почти живой, как сегодня. Но я правда, я привык к этому, я утром просыпаюсь, и неважно какая погода, я живой. Есть один день, и можно что-то создать в этот день. Мне кажется, в этом что-то есть. Задумайтесь, я просто поделюсь, я буду делиться сегодня какими-то своими мыслями, переживаниями. А что если можно вот так посмотреть на вещи? Один день. Я живой. Это конференция. Вы знаете, ты можешь прямо сейчас сидеть на этой конференции, и у тебя есть какие-то свои мнения, какие-то оценки, ты, может быть, чем-то недоволен, у тебя что-то на работе не так. А что если это последний день? Ну вот я не хочу никого расстраивать, пугать, я наоборот хочу вас вдохновить. Как мы этот день прожили? А слайды опять как-то сами переключаются, нет? Можно фамилию назвать? Что сделать? Мне кажется, кликер, ребят, не работает. А можно вас попросить, вы можете просто тогда листать? Нажмите, пожалуйста, я эту штуку выброшу просто и все. Ага. Нажмите. Супер, ну это я, я уже про себя рассказал, можно дальше. Ага. Смотрите, вообще как вы устроены, как любой взрослый человек. Я обожаю обучать взрослых людей, потому что вы удивительные. И вы прямо сейчас сидите, и у вас есть свои мысли, мнения, оценки по этой конференции, вообще по всему в этом мире. Если вдруг я что-то буду говорить, что вам нравится, или вы считаете это полезным, интересным, или другой спикер, будут много полезных спикеров сегодня. Если то, что говорю я, совпадает с вашим мнением, то какой спикер? Хороший, нормальный, потому что классная конференция. Выходит другой спикер, и если то, что он говорит, не совпадает, в этот момент ты говоришь, ну ладно, посижу, подожду. Нормально ведь общались до этого, что началось-то? Ну ладно, следующего спикера. И мы выкидываем. Называется конференция «Идея», но в такой модели мы все новые идеи выкидываем, потому что мы только принимаем то, что нам нравится. А что если как раз то, что нам не нравится, те идеи, которые мы, например, считаем, что мы это знали, они могут быть самыми полезными для нас? Вот посмотрите на сегодняшний день через призму, а что если я ничего не знаю? Вот как дети. Я не знаю, как зовут, можно обратиться? Как зовут? Егор. Егор, ты банан или апельсин? Ты банан или апельсин? Да. Апельсин. Почему? Освежающий, вкусный. Вот смотрите, что сделал Егор. Он сперва остановился на секунду, типа, что за вопрос, а потом допустил, что эта идея, а вдруг я или банан, или апельсин? Он допустил. Говорит, апельсин. Я задал второй вопрос, почему? Он говорит, освежающий. Я был в Барнауле на конференции, на первом ряду сидит парень, абсолютно лысый, в софитах блестит лысина. Я говорю, ты банан или апельсин? Он говорит, апельсин. Я говорю, почему? Он говорит, а что не видно? Допустил, допустил. Вот так же допустите те идеи, которые вам будут доносить спикеры. А вдруг мне это будет полезно? А вдруг я могу это использовать? Банан или апельсин? Спасибо, Егор. Можно следующий слайд вас попросить? Ага. Что-то там не так, да, мне кажется? Ну, вот видите, так бывает, да? Жизнь вносит какие-то поправки, да? Мы планируем одно, а тут туман. Оно вот так. Хорошо. Смотрите, в любом случае, любое событие в этом мире, оно нейтрально. Вы понимаете, что нет плохих конференций или хороших конференций? Нет плохих людей или хороших людей? Любое событие, оно само по себе, событие, как событие, оно не имеет никакого смысла. Но в тот момент, когда событие происходит, например, с кем мы знакомы? Поднимите руку, с кем мы знакомы. Вот есть несколько человек, да, с кем мы знакомы. И вы что-то уже обо мне знаете, точнее, не то, что знаете, вы это обо мне придумали. Я выхожу, кто-то меня не знает, я как событие в твоей жизни появился. И в этот момент ты как-то это объясняешь, интерпретируешь. Например, задержка рейса, туман, событие. И кто-то говорит, вот со мной всегда так. А кто-то говорит, вот непруха. Ну почему именно со мной? Это знак. Ну еще что-то. А может быть, ну окей, есть возможность посмотреть хороший фильм. Куча интерпретаций может быть на одно и то же событие, но мы как-то привычно чаще всего интерпретируем свое событие, которое произошло. И мы искренне думаем, что то, что мы придумали по поводу события, так оно на самом деле и произошло. Это, например, мы с Егором встречаемся, и я Егору, ну Егор, мы уже с тобой почти друзья, уже знакомы. Я Егору что-то рассказываю. Я подскажу, я говорю, смотри. Он меня слушал, слушал, говорит, все сказал? Я говорю, да. А теперь смотри, как на самом деле было. И втюхивает мне свою интерпретацию. Спорите с людьми иногда? По факту, ребят, что вы делаете, каждый втюхивает какую-то свою интерпретацию. Интерпретация один, интерпретация два. Пройдет год, полтора года, полгода, неважно. Вы встретитесь между собой, начнете обсуждать эту конференцию. Кто-то вспомнит одно, кто-то другое. Кто-то будет в восторге, кто-то будет так себе. Все нейтрально. Вопрос, что ты по этому поводу придумаешь? Бизнес, что это? Продажи, что это? Я профессиональный продавец, я считаю, что продажи – это лучшая профессия на земле. А кто-то считает, что это втюхивание, впаривание. Да они мать родную продадут. Это интерпретация. Интерпретация. Как на самом деле, какие продажи? Они никакие. Но я их люблю, я выбрал такую интерпретацию. Окей, можно еще слайд? Я думаю, что вдруг… О, здорово. Заработало? Спасибо большое. Смотрите, еще один момент. Тоже наши привычки и наши отношения. Наши отношения к тому, для чего мы сюда пришли. Например, прямо сейчас задай себе вопрос. А зачем я здесь? Для чего я пришел на эту конференцию? Приехал. Кто приехал из других городов? Не Екатеринбург. Здорово. То есть, смотрите, вы потратили время, деньги, энергию. Вам пришлось с чем-то разобраться. Вы сюда приехали. Для чего? Какая у тебя цель? Взять идеи? Здорово. Просто, чтобы были идеи или что-то с этим сделать. В своем бизнесе. Для чего? Потому что большинство людей… Я знаю огромное количество людей, кто ходит по конференциям, а ничего не меняется. Для чего ты пришел? Что ты сделаешь в реальном мире после этой конференции? Что ты внедришь, создашь, изменишь, улучшишь? Для чего я здесь? Для чего я проживу этот день на этой конференции? Вы знаете, многие люди приходят домой вечером, и они не знают, зачем они туда пришли. А утром идут на работу, приходят на работу, и тоже не знают, зачем они туда пришли. Они идут к друзьям, встречаются, какие-то пустые разговоры. Если спросить, зачем ты встретился? Ну а что делать? С друзьями время провести. Многие люди, знаете, только у взрослых людей есть такая фраза «Убиваю время». Мне кажется, это самая страшная фраза. Ты что делаешь? Время убиваю. Рейс жду, время убиваю. Но по факту ты не время убиваешь, ты жизнь свою убиваешь, потому что твоя жизнь, она из времени состоит. У кого есть дети, друзья? Вот мне кажется, моя версия, знаете, мы все хотим учить детей чему-то, и учим. У меня две дочки, 6 лет Стефания, 11 лет Маруся. Но мне кажется, нам надо у них учиться. Не нам их учить, высокомерно думая, что они ничего не знают, а нам у них учиться. Я наблюдаю за своими детьми, у них всегда есть цель. Каждый день жизни есть цель. Кто понимает, о чем я говорю? Да, я ни разу не видел детей в депрессии. Ни разу не видел, чтобы моя Стеша пришла, не знаю, с рисования или с барабанщиков, или с какой-нибудь развивающей штуки. Стешенька, как твой день? Ну, пап, сегодня что-то не очень. Я вообще, пап, не понимаю. Вот скажи мне, почему люди такие? Почему жизнь несправедливая? Вот сегодня была на уроке учительница, она явно меня недолюбливает. Нет, если мой ребенок начнет так разговаривать, это все, алло, доктор, помогите. Потому что у ребенка каждый день он лучший. Детям всегда есть чем заняться, они не убивают время. У детей всегда есть энергия. Мы ездили в Европу, ей было 4 года, и мы гуляем, и я очень хотел зайти в Нотр-Дам-де-Пари. И мы уже подошли, и она говорит, папочка, возьми меня на ручки. Я понимаю, все, батарейка села. Я ее беру на руки, и она вот как тряпка вот так засыпает на мне. Все, у нее батарейка села, она бегала весь день, она устала, раз, отключается. И я хожу по этому, ну там, храму или что это, да. И она у меня спит просто как тряпка на плече. Она часик поспала, она соскочила, и дальше движуха. Ей интересно. Вспомни, когда ты просыпаешься утром, ты просыпаешься уже уставший. Ты еще ничего не сделал, ты уже устал. Мы всю ночь спали, мы проснулись. Ужас. Ребенок, он не устает. Он если устает, все, спит, поспал, соскочил. Папа, где мы? Там, побежали. Хочу есть. У них всегда есть хорошее настроение. У них всегда есть чем заняться, у них есть цель. Какая у тебя цель? Для чего ты здесь? Подумай над этим. Сейчас я буду тренироваться, ребят. Я справлюсь. Ахалай, махалай, ляськи, масяськи, сим, салабим. Ребят, я пас. Десять это что? А, десять минут осталось. Понял. Я думаю, десять. Думаю, что десять? Смотрите, друзья. Мы с вами умные люди, и у каждого из нас есть знания и навыки. Например, я вчера проводил тренинг для одного крутого банка. Ребята, ну просто умницы. Московский офис, по два, по три образования. Реально умные. И навыки великолепные. Но их отношения заводят их в тупик. Их отношения к клиентам, их отношения к друг другу, их отношения к своему слову, которое они дают и не держат, их отношения к результатам в их жизни. Их отношения. Потому что знаниям научили, навыкам научили, а отношению не учат. Нет таких школ, вузов, где бы учили отношения. Знаете, два мальчишки идут в школу, Миша и Максим. И Миша, папа, говорит, ну все, сынок, сейчас 11 лет геморроя. Мне с тобой дурачком уроки учить. Папка, конечно, уже свое отмотал, но сейчас мне с тобой, вторая серия. Я вообще не понимаю, зачем эта химия нужна, биология, там еще что-то. Ну держись, сынок, крепись. А Максиму папа другое говорит. Он говорит, сынок, 11 лет. Лучшие года в твоей жизни. Это первые друзья. Это первая любовь. Это классные учителя. Это турслеты. И они оба приходят, и они даже за одной партой сидят. И учителя им дают одинаковые знания и навыки, но отношения у них разные. Потому что отношения — это фундамент результатов. Чтобы создать новые результаты, необходимо изменить отношения. Есть отношения. И есть результаты. Невозможно создать новые результаты, не изменив отношения. Потому что на старых отношениях те же результаты. Чтобы добавить что-то в свою жизнь, нужно добавить что-то плюс отношения, чтобы было плюс результаты. Мы все занимаемся бизнесом, мы люди бизнеса, мы занимаемся продажами. Вспомните ваши отношения к клиентам, как вы к ним относитесь. Да, мы в теории знаем, понимаем, что вроде клиент всегда прав, клиент нам деньги несет. Но между строк, что мы до клиентов доносим? Своими действиями, своими словами. Мы с женой 12 апреля, годовщина свадьбы, утром пошли в ресторанчик позавтракать, полная посадка. И девчонки, вы даже не представляете, они бегают, они летают, у них улыбки. Я вижу, что они устали, но они носятся по этому ресторану, сейчас все будет, ваш кофе, они летают. У меня было пару раз, я сижу, мне хочется им помочь. Кому нравится такое отношение? Да. А днем пошли в другой ресторан, и все очень красиво, и дорогой ресторан, и красивые официантки, и меню красивое, и блюдо. Но официантка ко мне подошла, и знаете, через 10 секунд такое ощущение у меня, что я у нее денег занял и не возвращаю. Причем много занял и давно не возвращаю. Я листаю меню и говорю, девушка, простите, а чай из манго вкусный? Ну, я увидел в меню чай манго, я люблю манго как фрукт, чай из манго до того момента не пил. И она мне говорит, мужчина, чай из манго не бывает невкусным. То есть по тексту, в принципе, претензий у меня нет. Текст нормальный. Но что между строк она до меня доносит? Откуда ты? Кто ты? Откуда ты приехал? Ты не пил чай из манго? И мы пообедали, и реально чай был вкусный, и фисташковый рулет был вкусный, и салат был великолепный. Все было вкусно. Но второй раз я не хочу туда возвращаться. Кто понимает, о чем я говорю? То же самое отношение к своим сотрудникам. Как мы к ним относимся? Одно отношение. Скажи спасибо, что ты у меня работаешь. Благодаря мне ты зарабатываешь. Одно отношение. А другое отношение. Спасибо, что ты у меня работаешь. Благодаря тебе мы зарабатываем. Это другое отношение. И теперь смотрите, если я с первым отношением со своими сотрудниками, как вы думаете, что они несут к клиентам? Да, такое же отношение. Это тоже важный момент. Подумайте над этим. Можно много об этом говорить. Мы проводим тренинги как раз на тему отношений. Мы меняем отношение людей к жизни, к работе. У большинства людей в нашей стране вот такое отношение к работе. Называется заключенный. 76% людей идут на работу в отношении заключенного. Выхода нет, выбора нет. А что делать? Жизнь-боль. А знаешь, какая у меня ипотека? А куда идти? Денежки же нужны. Какая цель у заключенного, как вы думаете? Отсидеть. Отсидеть. И у тебя может быть прекрасный бизнес, но у тебя полная компания заключенных. У меня спрашивают, Михаил, вот что мне делать? Я пока в офисе, они работают. Я только ухожу. Все, разруха. Поздравляю, у тебя заключенные. Пока надзиратель с ними, они что-то делают. Надзиратель ушел, свобода. Второе отношение — это курортники. Пока им все нравится, они ходят на работу. Когда ты о чем-то их попросил, они говорят, «Воу, воу, воу, я не планировал в волейбол играть, я планировал на солнышке позагорать». Какая цель у курортника? Отдыхать, получать удовольствие. Есть третье отношение — это партнерство. Когда я иду на работу, потому что это мой выбор. Я приехал на эту конференцию — это мой выбор. Да, я спал два часа, но это мой выбор. Я ваш партнер, я приехал сюда для вас — это мое отношение. Я дал слово, это важно. Понимаете идею, друзья? Это моя дочь, ее зовут Маруся. Ей сейчас 11 лет, здесь ей 4 годика. Я иногда шучу, моя презентация, кого хочу, того вставляю. Я как-то пришел домой и наблюдал такую картину. Ей было года 3-4. И моя мама и Маруся, они взламывали айпад. И я так стою, они меня не видят. Я зашел в квартиру, ключами открыл, наблюдаю. И вот просто я вам продемонстрирую, как это выглядело. Маруся, бабушка, бабушка, давай вот здесь нажмем, посмотрим, что будет. Бабушка, ой-ой-ой, не надо. Маруся, бабушка, ну я хочу мультики. Ой, Маруся, я хочу мультики. Бабушка, давай телевизор включим. Маруся, я не хочу телевизора, я хочу YouTube. Давай посмотрим мультики, там есть такие-то мультики. Бабушка, а вдруг сломаем? Маруся, да ничего мы не сломаем, давай попробуем. Ой-ой-ой, давай папу дождемся. Да не хочу я папу ждать, мне мультики надо смотреть. Ой-ой-ой, я боюсь. То есть смотрите, по факту и у мамы, у моей, и у моей дочки позиция одинаковая, ноль. Они не умеют пользоваться iPad'ом. Факт. Знания и навыки у них одинаковые. Но их отношения разные. Ребенок готов тестировать, он готов ошибаться, он готов лажать, но у него есть цель. Взрослый человек говорит, воу-воу-воу, нежели богато нечи начинать. Хочется, перехочется. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Меньше знаешь, крепче спишь. Закатай губу. Беда не приходит одна. Пришла беда, открывай ворота. Не все коту масленица. Одна девушка, управляющая банка, говорит, а мне мама в детстве говорила, не все коту творог, а иногда мордая порог. Вдохновляющая мотивация ребенка, правильно? Знай, дочка, жопа придет. И мы идем по жизни, и у нас вроде все хорошо. И бизнес идет, и деньги есть, и клиенты. Но мы, знаете, останавливаемся, думаем, что-то как-то подозрительно. Понимаете, то есть вот начните это замечать, нашу вот эту привычку. И реально, друзья, я верю, что сегодня будет огромное количество инструментов, и они будут. Только вопрос, как ты к ним относишься. Как моя дочка, либо как моя мама. Ты готов брать, тестировать, исследовать, ошибаться, снова делать. Вы знаете, что вы, когда учились ходить, и я, когда учился ходить, мы 300 раз падали. Есть статистика, что ребенок падает примерно 300 раз. Я ни разу не видел, чтобы, знаете, подходишь, сидит человек в инвалидном кресле. Ты к нему подходишь и говоришь, что случилось? ДТП? Он говорит, нет. Нет. Авария какая-то? Нет. Паралич? Нет. Клещ укусил? Нет. Что случилось? В детстве упал, подумал, ходить не мое. Нет, мы падаем, встаем, падаем и встаем. Но взрослые люди, многие говорят, по-моему, iPad не мое, я лучше телевизор посмотрю. По-моему, бизнес не мое, я лучше это сделаю. Не попробуешь, как узнаешь. Хорошо. И последний вопрос. Я предлагаю тебе задуматься на этот день, да, что ты намерен создать сегодня? И я тренер, и я предлагаю вам открыть листочек, взять листочек, точнее, и взять ручку и записать мою просьбу на этот день, как упражнение. У вас будут перерывы, у вас будут разные спикеры. И вот прошло, например, два часа. Ответь на один вопрос. Вопрос звучит так. Какие три ключевых идеи я услышал? Какие три ключевые идеи я услышал? Вопрос номер два. Какие три действия я после этого сделаю? Потому что, знаете, чтобы что-то изменилось, нужно менять действия. Первый признак шизофрении – делать одно и то же, а ждать, что что-то изменится. Поэтому идея, потом действие. Это второй вопрос. И третий вопрос. Кому я об этом расскажу? Поделитесь хотя бы с одним человеком этой идеей. Выложите это в соцсеть. Позвоните коллеге, позвоните знакомому. Кого-то встретили, не знаю. Я встретил Егора. Я говорю, Егор, ты тоже на конференции. Отлично. Егор, смотри, что мне понравилось. Егор говорит, а вот какие идеи мне понравились. Потому что один слышит одно, другой – другое. Делитесь этими идеями друг с другом. Я не могу вас заставить сделать это упражнение, но я искренне верю в пользу этого упражнения. Три идеи, три действия и с кем поделюсь. И хотя бы два-три раза за день вот эту процедуру проделаете. Не в конце дня, а некие отсечки. Отсечка, отсечка, отсечка. Все, по-моему, у меня слайды закончились. Да, ваш выбор. Да, именно на этом я хотел закончить, что выбор есть всегда. Сделайте или не сделайте – это ваш выбор. Как вы проживете этот день – это ваш выбор. Какие вы идеи отсюда вынесете – это ваш выбор. И что вы реализуете в жизни – это ваш выбор. Все, спасибо вам огромное. Я желаю хорошего дня, отличной конференции. И мы еще увидимся вечером. Еще будет одно выступление, поговорим про команду. Спасибо огромное. Михаил, большое спасибо за столь позитивный доклад. Буквально один вопрос. А, да, вопрос. Сори, я чуть побежал. Люди начали уже пользоваться нашим приложением. К сожалению, времени у нас немного, поэтому один вопрос самый лучший, на наш взгляд. Как мотивировать сотрудников на хорошее отношение к клиентам? Очень классный вопрос. Смотрите, во-первых, я искренне верю, что ни ты, ни я мы не можем никого замотивировать. Ни один из вас не может заставить меня встать с этого стула. Физически, да, есть пару здоровых ребят в зале, вы можете меня сбить с этого стула. Но заставить меня встать или уговорить – это нереально. Чтобы я встал с этого стула, я должен выбрать встать с этого стула. Поэтому, если мне нужны клиентоориентированные сотрудники, во-первых, я ищу таких изначальных. То есть я подбираю специальных людей. Но это отдельный вопрос, как это делать. Есть и тесты, и собеседования, и компании, которые этим занимаются. То есть подбирать сразу людей, то есть нужных по формату, клиентоориентированных. При этом есть понятие испытательного срока, если они в испытательный срок проявили себя по-другому, значит менять людей. Это первое. А второе – самому так относиться к людям, чтобы они так относились к клиентам. То есть уважение, партнерство, забота. Вы знаете, мы долго думали над термином «что такое лидер» или «кто такой лидер». И мы пришли к такому мнению, что лидер – это человек, рядом с которым другие люди выигрывают. И если твои сотрудники будут выигрывать рядом с тобой, они никуда не денутся. И они также будут идти к клиентам и делать так, чтобы клиенты тоже выигрывали. Во всех смыслах. Они были счастливы, они были довольны, их эмоции они бы зашкаливали, они были бы довольны твоим продуктом. Вы знаете, я долгое время был клиентом одного банка, и у меня было такое подозрение, знаете, что у них проходят совещания специальные такие, какие-то тайные. И они придумывают, как добавить мне проблем. Серьезно. Кто меня понимает, о чем я говорю? То есть я каждый раз прихожу в банк, а там какие-то квесты. Сними свои деньги, но пройди квест. Получи новую карту, но пройди три преграды. Пройди через циклопа, гоблина и ведьму. Я долго это делал, делал, потом думаю, а оно мне надо? За мои деньги такое отношение. Я бы ушел в другой банк, перевел счета в другой банк. Я узнал буквально полгода назад, что оказывается у этого банка, у них проходит совещание, реально проходит совещание. Как сделать жизнь клиента легче? Вот тот банк, клиентом которого я сейчас являюсь. Как сделать жизнь клиента легче? И я это чувствую. Я чувствую по приложению, чувствую по отношению, чувствую по сервису. Я доволен как клиент. Поэтому сперва внутри, а потом вовне. Ну вот как-то так. Михаил, огромное спасибо. Пожалуйста. Давайте еще раз поаплодируем. Хорошего дня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ